поехали первый вопрос вариант 6360 рисунок со соответствующие равно ускоренному движению равно ускорено значит его скорость должна смотреть в одну сторону с его ускорением вот второй у нас подходит и первый подходит и разве они в одну сторону смотрят ну как бы да но ускорение направлено вперед а скорость его тормозит то есть получается движение равно ускоренны она типа рауси если нравится равно ускоренны это типа его скорость увеличивается с каждой секунды его будет скорость увеличивается если он едет назад ускорение вперед 2 и 4 получается значит 2 и 4 будет ответ ответ будет да или давайте буду отмечать так будет поехали второй вопрос длина траектория это у нас не перемещение это так это не отрезок не ломаная линия это у нас путь при увеличении кинетической энергии на 56 совершенная работа такса работа работа равна дельта е отсюда можно сделать вывод если у нас энергия увеличится изменения значит совершается у нас какая работа положительная а если у нас энергия уменьшается тогда давайте пожирнее сделаем если энергия нас уменьшается тогда у нас совершается отрицательная работа уменьшается так как у нас кинетическая энергия увеличилась значит мы отмечаем ответ плюс 56 ответ будет а следующий вопрос температура при которой воздух в процессе своего охлаждения охлаждение становится насыщенным водяным паром называется точкой росой а что такое точка росой давайте прочитаем температура до которой должен охладиться воздух чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг границы насыщенного иными словами чтобы относительная влажность газа при этом составила сто процентов значит отмечаем точка росы пятый вопрос уравнение менделеева клаппирована наверно все знают pv равно new rt ответ будет d так шестой вопрос температура нагревателя это возьмем как температура т1 т1 а температура охладителя это будет т2 начинаем нужно найти кпд а кпд находится т1 минус т2 поделить на т1 если в процентах значит еще можно умножить на сто процентов что-то все-таки жирно давайте поменьше значит равно чему таксу 1000 минус 420 поделить на 1000 420 поделить на 1000 и умножить на 100 от 8 до 580 получилось сразу можно отвечать ответом будет у нас c следующий за единицу измерение силы тока сила тока измеряется у нас вампера значит это будет c так поехали дальше вопрос номер 78 а подождите куда надо 78 поехали восьмой вопрос вот вчера только проходили нам нужно идти магнитный поток значит f равно l и просто умножаем 0 5 на 10 будет 5 ответ будет b девятый вопрос первый посту отбора гласит в чем давайте прочитаем вот мы специально вставили вот тут вот первый посту отбора посту от стационарной станции гласит атомная система может находиться только в особо стационарных случаях и отмеченными словами не излучает в атоме существуют такие стационарные орбиты двигаясь по которым электрон не излучает энергию насчет е говорили да при перехода электрон с одной орбиты на другую излучается кван это уже вот я отметил бы вот прочитайте вот второй посту отбора тут говорится когда переходит или он что делает или излучает или поглощает это уже второе значит у нас не и не а атом является нейтральным такс нет зачем это при переходе электрон с одной орбиты на другой поглощает это вот с е связано они не то и не другое ответ будет b в атоме существуют такие стационарные орбиты по которым когда он движется электрон не излучает энергию ответ будет б поехали дальше 10 вопрос легкий вопрос тут нужно просто внимательно прочитать показания сухого термометра сухого термометра вот показания сухого сколько написано 24 вот отмечаешь 24 потом дальше читаешь разность показания сухого и влажного значит это 24 минус 18 будет сколько 66 отмечаешь и что делаешь потом потом соединяющих направо и вниз ответ будет 56 процентов ответ бреда все так просто и говори одиннадцатый вопрос конечно поехали одиннадцатый вопрос изменение импульса шарика массой 20 килограмм перед при движении по окружности радиусом 40 со скоростью 27 так 27 если поделить на 3,6 выйдет 7 7 и 5 что ли кажется 7,5 метров в секунду такс теперь смотрите нужно нарисовать кружок нам давайте кружок нарисуем наш круг такс начинает движение откуда представим что начинает движение сверху направо а значит он половорота дело значит он окажется внизу и у него скорость будет смотреть налево значит тут у нее скорость или импульс у него mv а внизу будет минус mv почему потому что смотрит другую сторону у нас и импульс и скорость они у нас векторные величины потому что у них есть направление их нужно указывать так давайте вернемся к нашему вопросу нам нужно изменение импульса найти изменение импульса это значит дельта п а это у нас п минус п 0 ну значит тут видите минуса касса ответ есть чем будем тогда с минусами делать или не будем ну давайте тогда попробуем а хотя без разницы потому что можно же указать что это у нас будет начально это будет конечно без разницы ну давайте тогда вот так вот сделаем м в минус и скобках минус м в будет что у нас м в плюс м в будет 2 м в поехали 2 масса сколько 20 грамм это 20 умножить на 10 минус 3 умножить на семь с половиной семь с половиной на 2 умножить это 15 15 на 20 это будет 300 300 на 10 минус 3 это у нас 0,3 ответ будет у нас кажется б ответ б есть если вопросы зачем ему радиус а зачем нам радиус хороший вопрос кажется незачем хорошо 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 так радиус для чего может быть нужен? Но не знаю, может нужен для чего? Для ускорения, чтобы найти. Центростремительное ускорение. Почему? Потому что центростремительное ускорение у нас равно чему. Давайте синим напишем. А равно В квадрат делить на Р. Или омега квадрат умножить на Р. Ну не знаю, если бы спросили бы ускорения центростремления, тогда может быть и использовать. Двенадцатый вопрос. Теннисный мяч массой 200 грамм брошен с высоты 1,2 над поверхностью земли после удара. Ракетка приобрел скорость 15 метров в секунду. Кинетическая энергия в момент приземления. Короче, тут вопрос я не понял, если честно. Бросает куда? Теннисная ракетка. Или вверх, или направо, или вниз. Короче, это не ясно. Но это и не важно, по идее. Потому что мы решаем по закону сохранения энергии. А в законе сохранения энергии говорится, что Е-кинетическая плюс Е-потенциальная равна Е-кинетическая плюс Е-потенциальная. Другими словами, сумма их не меняется. Давайте сюда штрихи поставим. Это у меня начальное, то, что было в начале. А это у меня то, что стало в конце. Но в конце у нас сразу понятно, что делает наше тело. Приземляется на Землю. А если приземляется на Землю, у него есть высота? У него нет высоты. Вот я зачеркиваю, нет у него потенциальной. Тут можно сделать вывод, что кинетическая энергия, когда на Землю приземляется, она равна сумме вот этих двух энергий. Все, значит, тупо я должен все сложить. Кинетическую энергию как нахожу? МВ в квадрате делить на 2. 0,2 умножая В в квадрате 15 в квадрате. 225 делить на 2. 0,2 на 2, 0,1 на 225 умножая будет 22,5. И также я что-то должен сделать MGH. M G на H. Двигаем запятую. 2 на 1,2 будет 2,4. Значит, 22,5 плюс 2,4 будет 24,9. Есть ли вопросы? Задавайте. Да, нет, нету. Хорошо, поехали дальше. 13. Если не меняя нагрузку, заменить проволоку на другую из того же материала, но имеющую вдвое больше длину и в два раза больше диаметра. Сразу запишем сюда, что диаметр, он прямо пропорционален его радиусу. Прямо пропорционален. Вот эту двойку можно не учитывать. Ну, типа, если диаметр в два раза возрастает, его радиус тоже в два раза возрастает. Так, поехали дальше. Спрашивается, как изменится его удлинение. Давайте с этой стороны формулу на H. F равно... Видно или нет? Давайте красным, например, на H. Да, это видно. F равно K ΔX. По идее, формула такая. И отдельно у K есть своя формула. K это у нас жесткость. Жесткость зависит от чего? Она зависит от чего? От материала зависит. От длины материала и еще от его диаметра. Ну, от его площади. Значит, формула K будет отдельно ES делить на L. ES делить на L. Давайте, что было в начале и что стало в конце, сюда запишем. Так, жирным, да? Ну, давайте жирным. F равно... ES делить на L умножить на ΔX. Извините, что такое E в этой формуле? А, что такое E? Это у нас, можно сказать, давление металла. Это у нас Юнг модуль. Он измеряется в паскалях. Типа, у каждого металла есть своя прочность, можно как бы так сказать. Допустим, что легче растянуть, алюминий или железо? Значит, у алюминия E будет меньше, чем у железа. Окей? Понял, спасибо. Хорошо. Продолжаем. Теперь, говорится, сила у нас не изменяется. Ту же самую вещь мы что там вешаем, значит, F у нас не меняется. Тот же самый металл у нас E. А S у нас площадь. Так как у нас диаметр в два раза увеличивается, у нас и радиус в два раза увеличивается, потому что они прямо пропорциональны. Значит, πr квадрат, значит, S во сколько раз увеличивается, если R в квадрат возле ду? Будет уже в четыре раза больше, да? Потому что 2 в квадрате же 4. Вопросы есть? S равно πr квадрат? Нет. Хорошо. Такс. А длина у нас тоже в два раза увеличивается. Значит, снизу у меня 2L стоит. И умножаю на Δx штрихованный. Штрихованный. Вот новый, вот этот и ищу как раз таки. Двойка и четверка сокращаются, двойка сверху остается. Но чтобы это значение не поменялось и было как сверху, я должен Δx умножить на 2 или поделить на 2? Чтобы это значение не поменялось. Умножить. Двойка где стоит сейчас у меня? Сверху или снизу? Сверху. Ну а чтобы, ну если ты говоришь на двойку еще умножаешь, 2х2, 4 же будет, как будет начальное значение? Тут же сверху нету четверки. Тут же нету четверки. Значит, нужно что-то делать, когда поделить на двойку. Поэтому, смотрите, вот двойка и двойка сокращаются. И выходит что? Вот все вот эти цифры сократило, и выходит что? Это значение вот в верхнем значении равно. Отсюда делаем вывод, что его удлинение, что делает, увеличивается или уменьшается? Уменьшается в два раза. Уменьшается в два раза. Значит, уменьшается в два раза. Ответ у нас будет D. И такая ответила. Четырнадцатый вопрос. Нам нужно найти индуктивное сопротивление. Это у нас XL. XL. А это у нас омега умножить на L. Омега это у нас, кто знает, 2π ν умножить на L. Ну и все, подставляем. Давайте сначала 2 на π умножим на... Сначала было 50, а потом стало 0,2. Сокращаем, подвинули. Значит, 5,2. 10. 10 на 20. А на 2. 20. 20 на 3,14. Это у нас... Сколько там? 62,8, да? Кажется так. И второе не надо умножать. Просто найти можно тут... Во сколько раз больше второй? Четыреста и пятьдесят. Во сколько раз больше? Восемь. Восемь раз. Значит, просто на 8 умножаю и получится сколько у второго. Так, примерно, грубо говоря, 500 Ом. Значит, отмечаю, ответ я какой? 60 с чем-то и 500 Ом. Давайте сверху тут посмотрим, какие ответы есть у него. Так, вот как раз-таки есть ответ Е. 63 Ома и 500 Ом. 0,5 кОм – это 500 Ом. Ответ у нас будет Е. 15-й вопрос. Изменение давления воздуха при перемещении поршня на треть вправо. Вправо. У нас температура какая? Постоянная. А если температура постоянная, давайте я тут сбоку формулу напишу. Если температура постоянная, значит, ПВ равно ПВ. Поехали. Значит, начальное давление я не знаю, но оно было. Объем тоже не знаю, но оно было. Потом давление тоже не знаю, какое уже станет новое давление. Но знаю, что объем увеличится на треть. Но если в начале было у нас В, это типа целое число. А если на треть увеличивается, значит, сколько станет? 4 делить на 3 же, да? Потому что тут же можно написать, типа, 3 делить на 3. Это же 1. Значит, на треть, если увеличивается, значит, 4 делить на 3 будет. Отсюда что будет у нас? ВВ сокращается, тройка на ту сторону вверх, а четверка на ту сторону вниз. Значит, ПХ равно 3П делить на 4. А это можно так записать. П делить на 4 третьих. А это у нас П, поделенный на 1,33. Значит, во сколько раз увеличивается или уменьшается? Уменьшится в 1,33. Супер, ответ будет В. Уменьшится в 1,33 раза. Шестнадцатый вопрос. Время, за которое поток воды объемом 60 литров поднимет поршень пресса на высоту 40 см со скоростью 12 метров в секунду, прикладывая силу 2,5. Можно не рассчитывать, в смысле отдельно массу не находить. Если вода, можно выучить, сколько литров воды, столько и килограмм. Значит, у меня есть 60 килограмм воды. Я должен ее поднять, эту воду, на 40 см. Значит, высота и поднимать что-то. Значит, какая у нас энергия? Потенциальная энергия. Значит, найду я потенциальную MGH. Масса у меня 60, G у меня 10, H у меня 0,4, потому что нужно решать в метрах. 10, 0,4 двигаешь, 60 умножить на 4 будет сколько? 240 джоулей. Значит, мы должны вот столько вот джоулей совершить. Мы только что говорили, что изменение энергии – это равно у нас работе. А форму работы кто знает? F умножить на S. Супер. F умножить на S. Значит, чтобы S найти, я должен 240 поделить на F. Значит, 240 делю на сколько? На 2,5. А это сколько будет у нас? Так, это значит на 24. Правильно, 240, да? Так, 60, 10 на 0,4. Все правильно. 96 получится? На 2,5. Будет 96 метров. Значит, 96 метров он должен пройти. Спрашивается, за сколько времени он пройдет. А сказано, что у нас скорость 12 метров в секунду. Значит, время равно S зерить на V. Отсюда вывод 96 зерить на 12. Это 8 секунд. Ответ C. Поехали дальше. Сосуд объемом 600 сантиметров кубических заполнен одноатомным газом с внутренней энергией 9 килоджоулей. Спрашивается, давление какое? По идее, у нас внутренняя энергия равна, если одна атомная, значит, 3 делить на 2, ню РТ. А можно это заменить, только что мы говорили, что в Минделееве клаппе равна формула PV равно ню РТ. Значит, я ню РТ могу заменить на PV. Ну, давайте заменим, значит, 3 делить на 2, PV. Теперь говорится, у нас есть объем, есть энергия, найдите его давление, P. Ну, давайте найдем, значит, P равно 2 на ту сторону вверх, 3 и V на ту сторону вниз. Все подставляем, давайте, желтым подставим. 2 умножить на U, 9 тысяч, 9 килограмм, 9 тысяч, делим на сколько? На 3 и V у нас 600 сантиметров кубы. Умеем перевращать на метр кубы? Будет метр минус 6. 10, минус или плюс? Минус 6. Минус 6, супер. Значит, что делаем так? Раз, два, такс, такс, назад. Раз, два. И тут минус 2 сокращаем, будет сколько? Минус 4. Так, 2 и 6 сокращаешь, 3, 3, 3, 9, 9 сократили. Сверху осталось 3 тройки, и минус 4 степень наверх поднимается с плюсом. И ответ будет, значит, 10 третий умножить на 10 четвертый. А это у нас 10 седьмой степени. Паскалей. Ответ будет B. Ответ будет B. Поехали дальше. 18 вопрос. Такс, в результате электролиза из раствора медного купороса выделилось вот столько вот массы. Ну, допустим, ты тут формулу забыл. В этой задаче можно и без формулы. Смотрите, это масса килограмм, граммы. Тут смотришь, есть электрохимический эквивалент, вон, килограммы делить на кулоны. А спрашивается у нас что? Спрашивается заряд. Типа, кулонов сколько? Ну, можно сделать такой вывод, что типа килограммы, килограммы поделить на кулоны, как получились. Значит, я должен что сделать? Килограммы поделить на кулоны. А килограммы это у меня масса, а это у меня заряд. А это у меня все электрохимические эквиваленты, у меня буква, это буква К. Ну, все, значит, мне кул нужно найти. Значит, чтобы кул найти, я что делаю? Чтобы кул найти, я массу делю на к. Масса у меня 1,65 грамма, это значит 10 минус 3. Делю на 0,33. Сразу это можно сократить, кажется, будет 5, да? 5 умножить на 10 минус 6. 10 минус 3 и минус 6 сокращается, будет минус 3. Минус 3 наверх поднимается как плюс. Ответ будет 5 на 10 в третьей степени. Ответ будет С. Ответ будет 5 на 10 в третьей степени. Ответ будет 5 на 10 в третьей степени. Ответ будет 5 на 10 в третьей степени.